Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала «Ознащие записки». Сегодня я хочу поговорить о средстве, которое позволяет нам бороться с паразитами, живущими на нашей птице. Это всевозможные блохи, клещи, пироеды и тому подобные гадости. Лично я пользуюсь для борьбы с этого рода напастью комплексом мер. В первую очередь это наличие на выгуле в емкости ванночки с песком, точнее смесью из песка, 50 на 50% песка, пепла, золы, что там вы после того, как у вас в костре или в мангаре осталось. И, соответственно, сера. Обычная пищевая сера, она продается во многих магазинах, которые продают продукцию для птицеводов. Стоит она недорого, пакетик там, я не знаю, рублей 16-18. Вот пакетик такой серый я добавляю на одну зольно-песочную ванну. Это дело надо постоянно освежать, добавлять. Куры имеют такую особенность, что когда они принимают такого рода ванну, они выгребают оттуда и песок, и залов, и надо постоянно обновлять. Зимой проблема с этим в том плане, что из-за перепада температур, очень часто все это дело хозяйства смерзается, и у птиц нет возможности принимать такого рода ванну, они тогда пытаются заменить песок подстилкой, уже постоянно копошатся в подстилке, пытаются им осуществить дезинфекцию своего пера. Но это не очень помогает. С одной стороны, зимой вся эта сволочь замерзает, замерзает, с другой стороны, в этом году зима такая, что морозов практически не было, и птица очень страдает от этого рода напасти. Вот, помимо зольных ванн, соответственно, я применяю как в профилактическом плане, так и уже непосредственно в качестве лекарства такое средство, как энтомазан-С, я в фотографии размещу в ролике, стоит недорого, вот эти 50 мл емкость стоит что-то порядка 100 рублей. Разводится оно при применении непосредственно на птице на 10 литров, то есть здесь вот 50 мл, 5 мл на 1 литр. При обработке помещения, либо выгула, это, значит, раствор не такой сильный, там получается, если память не изменяет, на 20 литров разбавляем, то есть 5 мл не на 1 литр, а на 2 литра. Применять надо в комплексе, то есть делая два раствора, одним обрабатываем птицу, другим обрабатываем, соответственно, помещение и выгула. Как мы обрабатываем птицу? Я лично развожу раствор, чуть подогреваю его, и емкость, может, надо же будет отдельно по этому поводу ролик снять, обыкновенная емкость и распылитель, который продается садовый, где, грубо говоря, за счет перепада давления атмосфера накачиваем определенное давление, и за счет этого перепада давления через шланг и штангу с распылителем распыляем. Предназначено, чтобы распылять по площадям, в том числе садовым растениям, кустам каким-то. А тут просто-напросто кто-то держит курицу, одному неудобно в этом случае, а другой человек, соответственно, под самооснование перьев это дело распыляет. Сразу предупреждаюсь, энтомозан, кстати, постоянно почему-то его путаю с пумизаном, энтомозан, правильное название средства, энтомозан-С, довольно токсичен, соответственно, при его применении самому необходимо надеть респиратор, закрыть глаза с очистными очками и одеть перчатки, плюс, соответственно, какая-то одежда, которая закрывает кожу от попадания на кожу этого средства. Если попадает, надо промывать водой. Соответственно, тот человек, который будет вам помогать, тоже, чтобы был таким образом одет. Оно может быть токсичные средства, но очень хорошо действует, правильно неоднократно. То есть, в качестве профилактики обрабатываю помещение, если уже птица что-то себе получила, то, соответственно, необходимо обрабатывать саму птицу. Второй вариант, я его не пользовался, но встречаю внутренний такой вариант развития событий, создается тот же самый раствор, теплый, высылается в емкость, и туда окунается птица, грубо говоря, по самой главной, то есть, по голову, только голова птицы не окунается, а средство тактично, если попадет в глаза или в рот, то это может привести к отравлению птиц. Если, не дай бог, в результате опрыскивания цыпленок наглотается, то, как правило, умирает. Для маленьких цыплят, цесарят, утят, все это дело очень опасно. У меня все равно погиб от этой темы. Соответственно, при необходимости все-таки опрыскивать молодежь, очень аккуратно действуйте. Я так думаю, что в принципе молодежь проще все-таки окунать, а не маленькие. Бух, выкинул, бух, выкинул. Вот, единственное, что будут чистить перочки, могут набраться все-таки. При отравлении птицы этим средством, либо каким-либо еще другим средством, бывает там краска, краска, еще чтобы птица надышалась, народное средство такое, смех-то дать, обычный смех, то есть то, что для животка человека, то есть для птицы помогает. Плюс пропоить в брачномобильном воды, если других средств нет. Если есть возможность, то 1-2 чай на ушки соды на литр воды разбавляете и пропаиваете. Тоже помогает, выводит всю эту гадость у птицы. Отравление длится, как правило, 2-3 дня живет русской птицы. Цыплята, как правило, если получили отравление, помирают, к сожалению. Вот. Помимо антамазана S, параллельно я обрабатываю еще помещение однохористым йодом. Я показываю, как это делается. Он убивает, в принципе, пироиды неплохо. То есть заливаете кусочки алюминия, оставляете в помещении. Помогает. Либо еще продается угольные таблетки. Йодноугольные таблетки такие, но они в диаметре где-то сантиметра два. Вот. Чем они хороши? Тем, что, в принципе, убивают паразитов, но птицу об этом при этом нет необходимости из помещения удалять. То есть даже зимой можно обрабатывать. Стоит тоже что-то недорого. Во всяком случае, вот я в ломбаре постоянно беру. Неплохая вещь. Все это дело в комплексе. То есть при обработке профилактической я сначала, допустим, обработал однохористым йодом, потом обработал раствором энтомозана. Если это уже лечение, то, соответственно, непосредственно на птицу распыляют. В том случае, если вы один или одна и нету с помощника, то можно как электротлинный вариант я так и пользовался. Ну, испытывал такой вариант. Точно так же этот раствор помещается в бутылку, ну, допустим, литровую с обыкновенным распылителем. и вот берете птицу, не забывайте делать распиратор и лучше так же прыскаете. Одному сложнее в том плане, что надо постоянно вставать и ловить эту птицу. Можно, конечно, предварительно ее по ящикам рассылать и потом уже как бы по одной доставать, прыскать и отпускать на волю. Как вариант действия. Но в любом случае это более энергозатратно, если же вдвоем этим делом занимаетесь. Еще раз предупреждаю, не травите сами, технический респиратор нужен при этом. Глаза закрывать необходимо. Если что-то попало, промывайте водой. По моему опыту применения данного средства в первый раз я столкнулся с пироедом, когда привез его вместе с курами, купленными в Питерском генофонде. Сначала не понял, что там и как. Я размечу фотографию кочки, которая была, будучи с цыплятами, бедная, почти решилась пера, видно, как на хвосте у нее там все эти перушки бедные проедены этим пироедом сраным. Соответственно, потом эта же беда в плане пироеда села на Петю Московского, который пустил курочком, у него на загривке там вообще практически перьев не осталось. Вот с помощью Энтамазан-С справился с этой бедой, точнее не с помощью одного комплекса, то есть обрабатывал им, обрабатывал однохористым йодом, таблеточки применял, купленные в амбаре вот эти йодные и соответственно постоянно свежие ванны с песком. Потихоньку все это дело ушло. Поймать эту гадость в принципе можно в любой момент никто от этого не застрахован, как Блох, так и пироеда и клещей, почему, слава Богу, клещи это, скажем так, более южных областей прерогатива, тем не менее, крем отменяется, по этому поводу хочу снять ролик, высказать мнение по этому поводу, то, как это и на нас птицевода будет влиять. Так вот, особенно в период миграции птицы весенний, осенний, когда большая масса птиц перемещается транзитом через вашу территорию, так или иначе все это дело заносится, они садятся на то, чтобы отдохнуть, покормиться, местная фора и фауна заражается этой ерундой, грубо говоря, местные птички потом все равно это дело разносят. Воробьи и синички, которые зимой пробираются к вам на выгу, чтобы склевать зернышко, могут точно так же занести всю в очень перечисленную живность к вам курятник. Поэтому необходима профилактика, как я уже сказал, постоянное наличие зольных ванн, с чем-то птица сама справится, вытравится, с чем-то нужно помогать. Клещи, клещи очень опасная вещь, как я уже сказал, в основном на юге они базируются, у меня их, слава Богу, никогда не было. У тещи, помню, были большие проблемы в поводу потери птицы из-за этого дела. Они бывают разные, есть которые базируются непосредственно на птице, есть которые базируются где-то снаружи, ночью заползают на птицу и пьют кровь, как вампиры какие-то. Обнаружить можно по... Во-первых, птица садится на ноги, ослабевает, падает у нее иммунитет, прекращается яйцекладка. Во всех пазухах под пером видны красные пятнышки такие. Ну и можно увидеть этих самых клещей. Они крупнее, чем блохи, чем вши. Куриные. очень опасны в том плане, что, конечно, и блохи, и в шине есть хорошо, да и пироед тоже, когда он с них первое это дело пролежает. Зимой это очень вредно для кур. Теплозащита у них падает, раздражительнее становится. Но клещи, я считаю, самая опасная зараза кровососущих насекомых, обитающих на птице, связи с тем, что они, помимо того, что лишают силы здоровья, птицу нашу высасыванию крови, они еще переносят заразу. Соответственно, вот это средство в комплексе с вышеперечисленными достаточно неплохо помогает. Тем не менее, существует еще сон всякого рода препаратов, в том числе перерально применяемых. Птица пьет, а потом все это дело уходит. Я никогда не применял, не потому, что не хотел, потому, что не попадал, в интернете читал, но не всегда можно найти. Вот это в 40 раз распространенный препарат во всяком случае на Севере-Санкт-Петербурге. Вот. Из народных средств таких слышал про креолин, то есть делается раствор креолина, и там птица купается так же самое аккуратно, не с головой, а по гланды, что ли, для человека. Вот. Средство креолин сам по себе тоже не есть поразительное для человека. Я так думаю, что если у вас будет возможность достать креолин и обработать птицу, то тоже будьте аккуратны в средствах защиты это дело делайте. Не знаю, у нас в какой степени химической активности опасности креолин, но что-то мне подсказывает, что там не все хорошо. Но тем не менее, вроде как действенное оно. В общем, подводя итог, для того, чтобы бороться с насекомыми на нашей птице, необходимо профилактика систематическая, внимательно наблюдать за птицей. И при обработке берегите здоровье свое и своей птице. Особенно берегите цыплят. Если взрослая птица еще как-то может с этим бороться, цыплята, как правило, очень быстро теряя свое здоровье при борьбе с этой напастью. Но применяйте аккуратно. Спасибо за внимание. Кому что-то неясно, пишите в комментариях либо в личку. Я оставлю под роликом свой email. Тут с чем-то не согласен. Давайте общаться, решать такого рода вопросы. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки. До новых встреч! До новых встреч!